В ночь с 12 на 13 октября в России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134. Советский борт используется в том же числе для транспортировки руководящего состава Министерства обороны страны-террориста. Об этом сообщает Главное управление разведки в своем телеграм-канале. Нужно понять, что этот среднемагистральный самолет, который в принципе в Советском Союзе использовался как посерверский самолет, использовался и в вооруженных силах. Для чего? Для перевозки командного состава, а также есть борты, которые оборудованы спецсвязью, то есть такие командные летающие пункты, которые позволяют быть, находясь в небе, координировать и созваниваться, допустим, иметь быть на связи с наземными какими-либо подразделениями. Поэтому в принципе тут нужно понять, был ли это просто самолет. Пожар возник на аэродроме Оренбург-2, где, собственно, и базировался российский самолет. Другие подробности ситуации ГУР не раскрывает. Но к каким же последствиям уничтожение такой техники может привести на Россию? Если мы говорим о уничтожении данного типа самолета, то он не является прям стратегически важным, но тем не менее это все равно удар по возможностям Российской Федерации. Мы говорим о том, что на территории военного объекта, охраняемого объекта, был сожжен самолет. То есть мы говорим о том, что есть возможность проникать на охраняемые объекты и уничтожать, допустим, какое-либо военное оборудование российское. Есть ли риск эскалации со стороны России в ответ на данные действия? Россия ничего не мешает для того, чтобы обстреливать мирное население. Им ничего не нужно для того, чтобы обстреливать мирное население. Им не просто ненавидят Украину. Поэтому они просто хотят получить землю, они хотят получить ресурсы, они хотят получить некоторые возможности. Потому что это империя, империя зла. Если мы говорим, допустим, о уничтожениях, ну давайте вернемся к тому, что чем закончилось уничтожение большущего арсенала, торец? Изменением ядерной доктрины, но которая не повлекла за собой после повторных ударов по очередным другим складам, не повлекла за собой никаких действий со стороны Российской Федерации. Но пока на России горит очередная техника, благодаря нашей разведке, в Украине оборонная компания разработала баражирующий боеприпас, который назвали СТИК М-12. Как сообщили в United Military Solutions, их новый беспилотник может находиться в воздухе более часа. Он предназначен для поражения стационарных целей, бронированной техники и мест дислокации личного состава врагам. Этот дрон способен преодолевать расстояние в 70 километров. Если мы говорим о том, чем мы воевали на начало полномасштабного вторжения и чем мы воеваем сейчас, то я бы сказал, что мы существенно продвинулись технологически. Большое количество техники, которые сейчас выпускают в Украине, высокотехнологического вооружения, оно позволяет делать широкий спектр задач и закрывает те направления, которые, в принципе, мы не могли бы закрыть без западной техники. Известно, что в июне 10 таких баражирующих боеприпасов получила сотая отдельная механизированная бригада сухопутных войск. Каждый такой СТИК М-12 стоит примерно 100 тысяч гривен. Данный тип дронов, сложно по ним работать с рисуем противовозвучной обороны. Это классическая система противовозвучной обороны. Даже если мы говорим про ППЗ, с данными системами нужно бороться то, как борется Украина, допустим, с российским разведыванием дронов. Но, тем не менее, нужно сказать, что увеличение своих возможностей для работы по вражеской технике на ближней дистанции до 70 километров существенно помогает на линии боевых столкновений. К слову, разработки на этом не заканчиваются. Мастерская «Дикие шершни» объявили о запуске серийного производства новых истребителей-шахеров.